Еще не так давно были времена, когда в Волге плавали осетры, а воду пили прямо из речки. Сегодня картина уже не та. Города, которые благодаря Великой реке выросли до миллионных, изменили ее до неузнаваемости. Вернуть качество волжской воды вряд ли удастся, а вот снизить техногенные воздействия – задачи, которые необходимо решать всем миром. На это направлен проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». В Самаре ежегодно проводятся мероприятия по очистке прибрежной зоны. Ежегодно бюджетом городского округа Самара предусмотрены средства на очистку как зоны рекреации, так и прибрежных полос Саратовского водохранилища. В этом году в связи с высоким уровнем воды определенные проблемы присутствуют, но тем не менее как Самарская набережная, так и подрядная организация справляется со своими на них возможными обязанностями. В этом году открытие пляжного сезона было отложено, хотя паводок держался очень долго, и вода отошла совсем недавно, городские набережные приведены в порядок. На самом деле я долго не ходил на пляж, наверное несколько лет, и в этом году очень здорово все изменилось на пляжу, включая детский пляж. Вода отличная, чистая, хорошая, теплая. Буквально только что сошел очередной паводок, да, превышение было более полутора метров, и тем не менее мы видим обустроенную пляжную зону, мы видим контейнеры, в том числе и для раздельного сбора мусора. Еще раз хочу отметить эффективную работу и губернатора, и его команды. Мы видим, как преображается не только набережная, но и меняется ментальность людей. Сегодня разрабатывается комплексная государственная программа, задача которой сократить промышленные и ливневые истоки. Политическая воля на это есть, важно мобилизовать как можно больше представителей власти, экологов, экспертов, общественный контроль. И это по всем городам и притокам от Валдая до Каспия. Проблему Волжского бассейна планируется озвучить в докладе на форуме ОНФ, который пройдет с участием президента России в конце этого года. Олег Зверев, Григорий Прешаков, События.